В четверг, 14 апреля, в зале администрации района прошла торжественная церемония закрытия муниципального конкурса «Учитель года-2016». Более 150 педагогов собрались в зале для чествования лучших учителей. На мероприятии присутствовали глава Кашхабльского района Заор Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, представители отделов и управления администрации Кашхабльского района, главы сельских поселений, специалисты управления образования, методисты районного методического кабинета, руководители и педагоги образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, члены муниципального клуба «Учитель года». Слово для приветствия участников конкурса было предоставлено главе района Заору Хамирзову. Я поздравляю всех участников этого конкурса с завершением. Хочу пожелать всем присутствующим здесь в этом зале, всем учителям, всем работникам образования, которые сейчас ведут свои уроки, здоровья, благополучия, счастья. Заведующая методическим кабинетом Сусана Мамхегова представила участников муниципального конкурса «Учитель года-2016». Это Аминат Хиштова, учитель английского языка, средней общеобразовательной школы номер один, Альбина Алексеевна, учитель биологии школы номер два, Анжела Хаджирокова, учитель английского языка, средней общеобразовательной школы номер пять, Марьяна Нагорокова, учитель химии средней общеобразовательной школы номер шесть, Ольга Титаренко, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер восемь, Ирина Кузнецова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер девять, Наталья Баймухамедова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер десять, Марьяна Афашегова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 11, Любовь Симоненко, учитель начальных классов основной общеобразовательной школы номер 12, Ольга Чупринина, учитель математики основной общеобразовательной школы номер 13. Право поздравить и наградить участников конкурса было предоставлено председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву. Очень показательный и положительный конкурс. Хотим дальше, чтобы продолжалось. Все это рады, что несмотря на занятость, несмотря на какие-то дела, все-таки конкурсанты приложили свои усилия, затратили свое время. Спасибо вам большое. Надеюсь, очень достойно вы подготовили программу и все. Спасибо организаторам конкурса. Надеемся, наверное, уверены, что проведение таких корпусов, наверное, улучшает весь образовательный процесс в нашем районе, повышает, наверное, самооценку и подготовленность, прежде всего, учителей по данному предмету, по которому они, по их специализации, повышает, наверное, и улучшает подготовку и, соответственно, наших школьников. Удачи вам, всех самых лучших дел впереди. Хотим, чтобы дальше вы вышли на республиканский уровень с хорошими показателями. Глава района, в свою очередь, наградил победителя конкурса «Учитель года-2016» Анжелу Хаджирокову, а также призеров конкурса Марьяну Афашакову, Альбину Алексееву, Ольгу Чупринину, Ольгу Титаренко, Ирину Кузнецову. Все призеры и участники конкурса были награждены дипломами, денежными премиями главы Кашхабльского района, подарками от глав поселений и руководства образовательных учреждений. С ответным словом выступила победитель муниципального конкурса «Учитель года-2016» Анжела Хаджирокова. Мне очень приятно стать победителем профессионального конкурса. При этом я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Но, несмотря на это, я буду стремиться к новым успехам. Я обещаю приложить все силы, чтобы достойно представить наш район на республиканском конкурсе. Сегодня я хотела бы выразить слова благодарности и признательности организаторам конкурса, администрации Кашхабльского района в лице главы Хамирзова-Заура Скорбевича, за поддержку молодых педагогов, и не только молодых, и поддержку, конечно. Хотела бы сказать спасибо Управлению образования за организацию и про идеи данного мероприятия. Конечно же, нашему компетентному жюри за терпение и доброжелательность. Коллегам, конкурсантам мне было очень приятно с вами работать. Хотела бы также сегодня выразить слова благодарности всем тем, кто меня поддерживал на протяжении этого конкурса. Своей семье огромное спасибо, которое поддерживало меня каждый день. Ну и огромное, особые слова благодарности и признательности хочу сказать своему родному коллективу Кучевсинской школе номер 5 за помощь в подготовке. Ну и в конце я хотелось бы сказать, никогда не говорите «я не смогу». Ставьте перед собой цели и смело достигайте их. Всего вам самого доброго. Спасибо. От имени руководителя образовательных учреждений участников конкурса поздравил директор основной общеобразовательной школы номер 12 Асван Мамишев. Победить очень хорошо. Я с вами согласен полностью. Но ложится очень большая ответственность, потому что все мы очень переживаем за наш район. Мы хотим обязательно и будем это отслеживать, чтобы победительница конкурса «Учитель-2016» Кашихабрского района стала как минимум призером республиканского конкурса «Учитель». Мы вам всем, все этого от души желаем. Далее состоялась традиционная церемония посвящения членам муниципального клуба «Учитель года». Уважаемые коллеги, сегодня знаменательный день для нашего клуба «Учитель года». Мы принимаем в свои ряды талантливых, креативно мыслящих, дающих крылья своим ученикам-педагогам нашего района. Титаренко Ольгу Павловну, Кузнецову Ирину Александровну, Чупринину Ольгу Петровну, Афашагову Марьяну Беслановну, Алексееву Альбину Измаиловну, Хаджирокову Анжелу Сагидовну. Мы уверены, что вы поделитесь с нами новыми идеями, своим талантом, своим неистекаемым жизнелюбием. Добро пожаловать в клуб «Учитель года». Настал ваш долгожданный звездный час. Признание в любви вы все достойны. От всей души клуб поздравляет вас. И мы хотим воздать вам восхваление за ум, упорство, творчество, успех. Вы лучший из лучших, без сомнения. А победитель наш – пример для всех. Я прошу выйти сюда к нам, победителя и призёра муниципального конкурса «Учитель года-2016». Войти в наш клуб необходимо произнести слова «Глятвы». Стоять всем смирно. Стремиться достичь высоких рубежей профессионализма. Клянусь. Стремиться дать ученикам глубокие знания по своему предмету. Клянусь. Всегда быть в поиске инноваций, направленных на совершенствование педагогической деятельности. Клянусь. Быть главным действующим лицом всех школьных преобразований. Клянусь. Быть доброжелательным и терпимым. Быть личностным примером для воспитанника. Клянусь. Молодцы. Итак. С сегодняшнего дня вы члены нашего клуба. Поэтому позвольте вручить наши отличительные знаки. Пожалуйста. Громкие аплодисменты. Вы сейчас стали почетными свидетелями торжественного ритуала. Посвящение члены клуба «Учитель года Кашихабльского района». Давайте поприветствуем новичку нашей команды. Двери нашего клуба для вас сейчас широко распахнулись. Желаю вам творческих успехов в работе, целью которой является обмен опытом, педагогическими инновационными идеями, необходимыми для пополнения общей базы методических знаний, а также для определения перспектив современной методики обучения и воспитания. Впереди у вас новая интересная творческая деятельность, вершиной которой является июньский пятый республиканский фестиваль учительских клубов «Адыгея-2016». До встречи на фестивале! Дорогие коллеги, позвольте пожелать вам отличного настроения, душевного равновесия, ну и, конечно, успехов в нашем ответственном и благородном труде! Слава благодарности в этот день за поддержку в организации и проведении конкурса прозвучали в адрес главы района Заура Хамирзова, глав сельских поселений и руководители образовательных учреждений. Право поздравить своих учителей также было предоставлено победителю муниципального тура 5-го всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2016» учащимся 6-го класса среднеобщепрозовательной школы номер 11 Адаму Кирифову. В завершении конкурсантов еще раз поздравил начальник управления образованием Касси Киргашев. Вот и завершился еще один конкурс «Учитель года». Зажглись новые звезды, ярко заявили о себе. Нам остается пожелать всем вам, дорогие педагоги, замечательных учеников, которые, впитав в себя все разумное, доброе и вечное, с достоинством понесут все это по жизни. Мы благодарим вас за терпение, мудрость, за ежедневный труд вашей души, за бесконечное служение делу, за веру и верность в высоком звании «Учитель». Спасибо.